20 часов и 2 минуты друзья мои, вам сейчас хорошо, вы смотрите хоккейный матч Акбар-Салават, счет 2-2, мне приходится вот на такой маленькой штучке смотреть проходящий хоккейный матч, и всю передачу мне придется одним глазом коситься сюда, в этот маленький экранчик, чтобы узнавать все-таки счет, а вторым глазом мне придется все-таки приветствовать находящийся в суде, как всегда распрекраснейшую генеральную дирекцию телеканала Айгуль Мирзаянова. Да, да, по-моему, вторым глазом все-таки поприятнее будет, да, чем то, что ты сейчас видишь на маленьком экране, 2-2 всего лишь счет, да, ну какие ставки? Почему всего лишь, 2-2 за полтора периода идет середина второго периода, стакан наполовину полон, 4 гола, это очень продуктивно. Ну ставки какие, ставки, давай твои ставки, что ставки? Я не играю в спортивный тотализатор, я вот музыкальный тотализатор, я вот, я играю в музыкальный тотализатор, я вот уже предполагаю, кто будет героем Евровидения, Евровидения и, ну не скажу. То есть легче об этом сейчас рассказывать. Дорогие друзья, у нас сегодня действительно такие абсолютно интересные темы, помимо Акбарса, конечно, Акбарса это тема номер один, но другие темы вы также, наверное, знаете, также имеете свое мнение, поэтому мы очень хотим сегодня услышать ваши звонки, мы принимаем сегодня в студии 2-92-102-8, мы хотим узнать ваше мнение. Итак, и они связаны этой темой с победами татарок на российских конкурсах. Красота и ненависть. Может ли татарская красавица стать лицом России? Кто обвиняет участницу Евровидения Дзину Гарипову в плагиате? Кому не по душе татарские таланты? Сегодня мы обсуждаем с одним из самых стильных татарских исполнителей, салаватым Минихановым, трижды лауреатом Международного эстрадного фестиваля татарской песни «Татар Жире» и обладателем трех статуэта «Калтын Барс». Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Настроение отличное. Во-первых, хочется поблагодарить, что пригласили на БИМ-радио. Очень приятно. Телеканал АТВ не забывай. В пятницу смотри. Телеканал АТВ, да, конечно. Родню сажай всю телевизию. Хотя, наверное, родственники уже привыкли. Что такое вот «Алтын Барс»? Нарся был, как сказали бы сейчас в Самарской области. Ну, это компания «Барс Медиа» проводит... Самая престижная премия, по-моему. Фестиваль татарской песни, называется «Татар Жире», проводится в декабре, но считается одним из самых значимых мероприятий татарского шоу-бизнеса. И вот уже буквально год назад Татар Жире уже начал... выехал со своим концертом в Москву. И вот уже буквально через некоторое время он появится в Башкирии. А за что тебе... за что дали? Вот номинация какая? Какая? За заслуги? За что? Самые модные песни? Самый красивый певец? Ну, да, там есть самый красивый певец, самый талантливый певец. Нет, первый был... первый барс, первый золотой барс был за песню «Динга Зьоранда». Самый танцевальный, лучший танцевальный проект. Второй барс у меня был лучший дуэт. Это дуэт с Дили Нигматуллиной «Онг наш райде». Далее. Вы ошиблись, кстати. Не трехкратный, а четырехкратный. 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 Когда все успевают. Поздравляем. Спасибо. Ну, а теперь, собственно говоря, вернемся к теме разговора. Давай к теме, да. Да, любимая кричалка... ну, не любимая, но одна из самых популярных кричалок на Татнефтьарене – это «Вперед татар!» «Вперед татары!» Ну, и вот хотелось бы нам тоже сегодня узнать, так вперед татары или, собственно говоря, назад в аулы, в деревня, в степи, в поля, в саке... Куда нас хотят нас ослать, в конце концов. Да, куда нас хотят вот... 2.92.102.8. Мы обсуждаем ненависть, которая проснулась в лице некоторых-некоторых наших сограждан к одной из девушек татарского происхождения, она наполовину метиска, Эльвира Абдразакова, которая стала «Мисс Россия». Я вот хочу, знаете что... А что, «Мисс Россия» – наша землячка, да? Да, дорогой мой! Нет, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не в курсе! Давай, слушай, скажи мне, скажи мне, пожалуйста, когда-то вот мы начали с кричалок «Татары вперед!» когда-то тебя били вообще за то, что ты татарин? Или, во всяком случае, знаешь ли, о таких моментах, когда фанатов, потому что они татары, начинают как-то... Ну, спорт, он такой немножко... В хоккее, тем более, такого не бывает. Ну, бывало такое, что, допустим, там, на арене взяли пивом, плеснули в лицо, там, ну, такое бывало... Ну, наверное, не за то, что ты татарин. Нет, ну, просто шел, человек смотрит, не местные люди, взял... Ну, нет, это понятно, это всегда бывало, но... Ну, что его, за этого ему ноги ломать, нос откусывать ему за это, что ли? Ну, дебилов везде хватает. Господа, у меня к вам вопрос, да, а как вы думаете, почему, тем не менее, тема национализма идет именно с фанатских трибун? Я поясню свой вопрос, вот в случае с Эльмирой «Мисс Россия» чуть ли не первыми ведь выступили против фанаты «Спартака», которые разместили в сети фото жабу на нашу, на нашу уже, да, черноволосую Эльмиру Абдразакову. Они сравнили ее со своей «Мисс Спартак», белокурой, значит, девушкой явно арийского происхождения, славянского я имею в виду. И, кстати, в этой команде, если все помнят, играло очень много татар. Вы помните, да, в «Спартаке»? В «Спартаке» Нигматуллин, пожалуйста. Вот первое, что... Я, хотя не футбольный, я хоккейный, но вот сразу Нигматуллин. Вот из этих фан-трибун, да, из этих фан-трибун вербуют таких адептов-националисты. Почему, как вы думаете? Если честно сказать, я не то, что поддерживаю, да, ну, как говорится, плохая информация запоминается очень хорошо. Вот скажите, вы помните «Мисс Россия» 2012 или 2011? Вот правильный вопрос, потому что я не вспомню. Да, вы не вспомните, а вот поскольку вот команда «Спартака» сделали вот такой пиар-ход, наверняка об этом бы наши красавицы никто, может быть, и не узнал. Вот именно вот такой ход создал ажиотаж, и на сегодняшний день это муссируется во всех средствах массовой информации. Я думаю, это даже плюс. И эту красавицу будут знать многие. Салат, а вообще, ну, как бы, «Мисс Россия», да, то есть предполагается, что где-то русские ноги какие-то, да, «Мисс Россия», то есть это должна быть белокурая, с серыми-голубыми глазами типичная россиянка. Почему, если же у нас многонациональная… А тут чернобровая, чернявая, выходит девушка из Татарстана, там, ну, не знаю, она из Татарстана, нет? Она не из Татарстана, но она плодина татарка, да. Ну, выходит татарочка, и как бы берет, вот вы считаете это нормальным или нет? За что это получилось? Это же мы дойдем, буряты начнут побеждать? Да, нет, это хорошо, пускай буряты тоже побеждают. Буряты побеждают, но побеждают на модельных конкурсах, кстати говоря, и для них на Западе, на мировых подлимах… Вау, я попал! Да, мы все русские, мы не буряты, не татары, мы, нет, нам все разные, у нас лица, да, но Карл Лагерфель, например, всегда одной из моделей из Бурятии считал русской, и вообще нас называют всех русскими, Russian, и это правильно. У меня буквально вот в воскресенье, в понедельник я приехал из Уфы, тоже болел за… Уфу? Ну, я там осторожно болел, если честно. Да, вы вообще осторожнее, потому что сегодня мы саловатом играем, и у вас ими саловатом. Мы саловатом играли с чеченцем, я говорю, ну как, неужели я похож на чеченца? Все говорят, что я похож на украинца, вот как-то вот так. Ну, не знаю, я на Эльмиру, я смотрел, конечно, по фотографиям, но нет там каких-то черт, так сказать, да, каких-то татарских. Вот, и даже в обсуждении там говорят то, что кривоногие, толстушка там и так далее. Но по мне-таки, если честно сказать, мне очень понравилось. Я вообще больше скажу, я впервые посмотрела этот конкурс «Мисс Россия», потому что я впервые была согласна с мнением жюри. И я считаю, что у Эльмира Абдразаковой невероятные шансы победить на «Мисс Интернешнл», да, на международном конкурсе. Потому что она похожа больше, дорогие друзья, не на татарах даже, да, раз уж мы коснулись этой темы, а на латиноамериканах. На латиноамериканах? Да, да, то есть губы огромные, хорошие формы, глаза. Вазина ничего не доходит, почты нет. Вазина, у вас не знаю, как там вообще люди живут, но самое главное, у нее глаза, да, у нее сияющие волшебные глазки. И вот эти вот волшебные глазки были заплеваны, я вот вам напомню, да, потому что они вызвали у нас такую волну ненависти, вот она признается, что тысячи негативных сообщений вот этот ребенок 18 лет получил, ну, хотя не совсем уж и ребенок. Про брови, да, про брови, да. Ну, я не знаю насчет бровей, но насчет того, что она татарка и права не имеет вообще выступать на подобных конкурсах и представлять Россию на мировых подиумах. Хотите, зачитаю сейчас, да, все, что было написано, хотите? Окей, специально для Азина. Ты готовилась, я как всегда. Я подготовилась очень сильно, потому что я в шоке, дорогие друзья. Вот некоторые высказывания интернет-братвы, как я ее называю, да, в интернете это братва на самом деле. Мисс Россия больше похожа на мисс Таджикистан. Ну, ладно, Таджикистан тоже имеет красивых девушек, но это самое такое, ну, слабенькое высказывание. Кто вообще выбрал эту хачевку? Нужно выбирать девушку со славянской внешностью, а не татарку. Мы россияне, пишет кто-то, а не татары и не азеры. Это лицо нашей страны, как-никак, на мировом подиуме. Я хочу заметить еще раз, что на мировых подиумах мы все русские. Ирина Шейк, Ирина Шехлесламова, да, модель, красавица. Кто-кто-кто? А подруга Криштиана Рональдова. А, да, 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 красивая такая. Просто невероятной красоты. Она тоже татарка, и в чем дело? Мы для них просто Russian girl. Вот успокойтесь насчет мировых подиумов. А теперь давайте подумаем о другом. Давайте подумаем о другом теперь, да? Вот Эльмира, она оправдывается. Она оправдывается, да, что моя мама русская, а папа у меня... Она оправдывается. Да, что... Зачем я не понимаю? Папа у меня татарин. А папа татарин. Игорь, я ничего не вижу в этом криминального. Бедолага, вот бедолага. А мы, между прочим, мы вторая нация, мы почти титульная нация. Совершенно верно. И с отцом они общаются очень редко. То есть вот даже... Да ладно, слушайте, Слава, вы там копнули, да? Вот сейчас вы будете оправдываться, что вы татарин. Ну, представьте себе, вы оправдываете, что вы татарин. Видишь в этом что-нибудь криминальное? Да нет. Когда тебе говорят, ну, эх, ты татарин. Я всегда гордый. Незваный гость хуже татарин. Я гордо говорю, что я татарин, и никаких таких националистических каких-то там убеждений. То есть криминального нет, чтобы татарин? Да нет, конечно. Нет, конечно. А как ты относишься к тем татарам, которые татарские не знают? Это я про себя сейчас. Я коренной, у меня и отец, и мать, и бабушки, дедушки. Я прям настоящий. У меня даже рыжие волосы в бороде есть. Вот оно что. Да, но татарское я не знаю. Я из того поколения сорокалетних мужиков, которые росли в коммунистических семьях. И как бы было зазорно тогда выставлять вот национальность. У меня мать совершенство знает татарский, отец знал совершенство. Дома было вообще не только по-русски. Раньше это было, да. Раньше было как-то почему-то говорить, что ты татарин. Ну, не знаю. Ну, во всяком случае, у нас, например, я сам из Знакаева, мы всегда дома разговаривали по-татарски. По-татарски разговаривали, но всегда я слышал такие истории, что, ну, татары ущемляли. То есть, татарин и даже где-то как-то там издевали, и даже пугали своих детей, что придет злое татарское слово. Сейчас вернемся к этой теме, у нас есть звонок. Давайте послушаем нашего зрителя слушателя. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, ребята. Очень приятно. Зовут вас как? Зовут вас как? Меня зовут Рашид. Рашид, ага. У меня просто случай был такой, да, когда в 97-м году я призывался в армию, я служил в морской пехоте, у нас из Казани было 5 человек. Я Рашид, получается, татарин, и один у нас, Ильдар, был тоже татарин. И трое русских с нами было. Серега, Николай и Вася. Вот. Ну, как бы случай такой был, у нас деды там начали жучить, мы, грубо говоря, все в Пятерон взяли и встали. И нам сказали, ну, вас татар. Причем все татары. И Вася, и Серега, и Николай. То есть вы из Татарстана? Да, мы из Татарстана, и не важно, как мне зовут, Рашид или Василия. Но мы, самое главное, из Татарстана, значит, мы татары. Да, как вы считаете, все-таки может ли татарка стать лицом России? Я считаю, что это здорово, это очень прекрасно, это вообще, тем более, вот, девушка данная, вообще, я ее видел, конечно, на васях, только мельком, ну... Красивая? На мой взгляд. Красотка, красотка. Спасибо вам огромное. Как вас зовут, мы не спросили. Рашид. Рашид, ага, все, спасибо. Спасибо большое, Рашид, удачный вечер, болейте за Акбарс. И счет изменился, 3-2 мы проигрываем, 2-3 в пользу Салавата. Вспоминаю про вашего замечательного гостя. Да, вернемся к теме скандалов вокруг побед, побед татарок, мы сейчас сегодня говорим об этом, на российских конкурсах. И вот, вы знаете, я вот сегодня буду задавать такой политический вопрос вам, да, Салават, подготовьтесь, давайте будем отвечать. Вы уже начали говорить о том, что были издевки, даже в Татарстане вы говорите, да, в адрес именно национальности татар. Да. Ну и, в принципе, это, я думаю, это было и в Башкирии также, да, то есть, когда вот буквально недавно, ну, к татарам было такое, даже когда перепись населения была, мы слышали то, что многие записывали как башкир. Ну, не знаю, насколько эти факты не подтверждены, но так или иначе, население говорят то, что их записывали как башкир. Вот, ну, я думаю, до сих пор эта тема, она как бы уж, ну, актуальна. Я думаю, она уже потеряла актуальность, эта тема. Ну, вот видите, чем усердно. Оказывается, а выясняется, что вот это вот, ну, страшные вещи выясняются. Вы много гастролируете по городам, весям, где-то вот это, сталкиваясь, какой-то негатив, может быть, со стороны персонала какого-то, где-то что-то в гостинице, еще, а-а-а, понаехали татары. Вы знаете, куда бы мы ни поехали, везде Казани относится, то есть не как Татарстан, да, а как Казани относится очень положительно, и все говорят, что Казань это, ну, город номер один, где много внимания уделяется и спорту, и строительству, и всему-всему-всему. Ну, это, наверное, после двух килограммов чак-чак, обычно такое говорили. И очень сильно расхвалят, и действительно, это очень приятно. И ни разу не было такого, что где-то как-то меня зацепили, например. Не, ну вы будете участвовать в каком-нибудь международном конкурсе? Я пока не готов. Международном-то ладно, вас еще не примут. В российском конкурсе? Вы почему? Вы участвуете в российских конкурсах? Нет, я в конкурсах не участвую. По возрасту не проходишь? Слава. Ну, все, уж старый стал. Дорога молодым. Нет, а... Или в российских конкурсах нет шансов поехать туда с татарской песней, да, на татарском языке. Нет, почему же ОСЛР же у нас поехала на отборочный тур Евровидения? Не прошла ведь, да? Не прошла. Не прошла до отборочный тур? Нет, нет. Не прошла, но так или иначе... То есть, да, можно было, если уж она туда поехала, можно было исполнить русскую песню, но она исполнила татарскую песню. И тут же, вот касаемо вот даже Акбарса, например, все мы говорим, болеем, живем Акбарса, живем хоккеем, болеем за Акбарс. Но если вдруг Акбарс проиграет, все скажут, ох, вот сколько денег мы потратили на этих хоккеистов, сразу начнут упрекать. Да, с одной стороны, АСЛР вот тоже много упреков мы слышали, да, и так она, может быть, не совсем хорошо, может быть. Мне лично, мне очень понравилось. И ее выступление на татарском языке, но ни один еще исполнитель, те же самые буряты, башкиры, никто еще не поехал и на своем национальном языке не исполнил. Но также мы в интернете читали много упреков, и журналисты об этом говорили, поэтому, ну, что-то вот как-то вот так вот. Нет, я хочу спросить, все-таки, давайте вернемся к теме травли. В данном случае мы сейчас говорили не просто там, что человек не прошел в отборочный тур, она прошла, завоевала, да, и на самом деле, мне кажется, это такая была принципиальная позиция жюри конкурса, которые все-таки выбрали татарку, выбрали татарку, и то же самое это было на конкурсе «Голос», да, это тоже, мне кажется. Теперь это кажется, сейчас мы вернем и к этой теме подойдем, теперь это кажется очень гражданской позиции, как же будет Россию представлять татарка. Вам не кажется, что кому-то выгодно все-таки разбивать нас по национальному признаку? Может быть, кто-то раскачивает специально эту лодку? Может быть, мне показалось, что это, знаете, такой черный пиар, это специально организованная травля. Я не по поводу сейчас кривизны ног, там еще чего-то, это было бы нормально, коллагеновых губ и прочее, вот это нормально, дорогие друзья. А вот упрекать красотку за то, что она татарка, вот это ненормально. Вы как считаете? Ну, достойно ли она выиграла или нет, потому что много мы тоже так же, вернее, прочитал, якобы все там купили, там большой дядька. Да, Рустам Таряков возглавляет этот конкурс, но не возглавляет конкурс, а является спонсором. Я не знаю, по каким критериям выбирали, то есть здесь же помимо ее внешних данных и далее там бикини, они проходили еще какую-то интеллектуальную способность, то есть они показывали свой... Ой, ладно, интеллектуальная, о чем вы говорите, Салават? Какие же там интеллектуальные способности? А вы же не смотрели? Я смотрела как раз. Да? Ну, господи, боже мой. Она-то смотрела. Интеллектуальные способности. Все, стой, от певцов? Нет, не от певцов, а от красоток, которые выступают в бикини, еще интеллектуальные способности, они должны показать. Ну, там же есть конкурс, она же все равно должна там что-то сказать, презентация. Конечно, по принципу интеллекта. Конечно, по этому принципу. А кто же еще будет представлять нас, наряду с латиноамериканками и зельянками? Ты тоже не права. Там, я в интернете видел ролик, когда все троллили эту девочку, она тоже где-то что-то участвовала, там даже есть презентация, она должна презентовать что-то. Там программа защиты животных. И эта девочка презентовала свою страну. Ну, это дерево вообще было. Я о чем и говорю? Ее просто затроллили. Нет, но остальные-то девчонки были все нормальные, выдернули-то только ее. Все равно мозги нужно иметь. То есть, красота до ноги, да? Это уже о чем речь-то? Мозги-то всегда надо иметь, конечно, дорогие друзья. А я, знаете, что я сейчас помню? Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...